У подножья Альп, близ Лакарна, Верхней Италии, находился старый, одному маркизу принадлежавший замок, который теперь, когда едешь от Сен-Готтарда, видишь лежащим в развалинах. Видишь лежащим в развалинах. Видишь лежащим в развалинах. Замок с высокими и обширными комнатами в одной из которых, некогда на салоне подосланы для нее, старая больная женщина, подошедшая к двери, просящая милосты, была уложена из сострадания хозяйкой дома. Маркиз, который по возвращению с охоты случайно зашел в свою комнату, где он обыкновенно оставлял свое ружье, с неудовольствием приказал женщине подняться с того угла, где она лежала, и перебраться за печку. Женщина, в то время, как она поднималась под шею, она спокойно была к полу и опасно повредила себе крестец. Настолько, что хозяина еще встала с несказанным трудом, и как ей было приказано, наискось пересекла комнату. Нос со стоном и оханем опустилась за печкой и скончалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я хочу, чтобы ты говорил в благом намерении вразумить себя. И, по-видимому, оба эти правила разумного поведения по-разному применимы в разных случаях. Вот то, что вы сейчас услышали, это был единичный, отдельный голос Генриха фон Клейста из его эссе, который называется «Замечательно. О том, как постепенно составляется мысль, когда говоришь». В общем, о формировании мысли в процессе говорения. Согласитесь, это замечательная тема. И услышали вы перевод Соломона Апта. И на самом деле это не просто эссе или статья, а это письмо. Письмо, которое Генрих фон Клейст написал своему другу. Звали этого друга фон Лильенштерн, и написано было письмо в 1805 или 1806 году. И случилось это в Кёнигсберге. А опубликовано было это письмо уже после смерти Генриха фон Клейста в 1821 году. Его опубликовал романтик Людвиг Тик, который издавал собрание сочинений Клейста. Но уже по этому тексту, мне кажется, по тому небольшому тексту, который прозвучал, а это только часть, конечно, полного текста эссе. Можно понять, что Клейст человек такой диалогически ориентированный. Человек, который хорошо себя чувствовал в разговоре, в беседе с другими людьми. Человек, который умел дружить, умел вовлекать других людей в свои рассуждения. Умел очень тепло относиться к своей сестре, которую звали Ульрике фон Клейст. И мы что-то о ней еще сегодня услышим. А вот то многоголосье, которое прозвучало до этого единичного голоса, это было начало новеллы. Новелла эта называется «Лакарнская нищенка» 1810 года произведение. Оно было опубликовано в «Берлинской вечерней газете». И услышали вы, и будете дальше слышать, перевод на русский язык, который был подготовлен философом и переводчиком Григорием Рачинским. Это фигура довольно специфическая, заметная фигура в Москве Серебряного века. И поэтому о нем остались воспоминания, которые записала поэтесса Евгения Герцог. И, может быть, они нам помогут представить себе вот этот русский голос Клейст, во всяком случае, этой новеллы. Послушайте, вот цитата. «Изумительная фигура старой Москвы», – пишет Рачинском, поэтесса. Представим себе. «Дымя папиросой, захлебываясь целыми страницами, гремел по-славянски из Ветхого Завета, перебивал себя немецкими строфами Гёте, и вдруг размашисто перекрестясь, перебивал Гёте великолепными стихирами». Это православные молитвенные песнопения. И все заканчивал таинственным наухосообщением из оккультных кругов, тоже ему близких. «Подлинно верующий», – пишет поэтесса, – «подлинно ученый, и, что важнее, вправду умный. Он все же был каким-то шекспировским шутом во славу Божьей». Вот такая вот забавная фигура досталась в качестве переводчика к листу на русском языке. Притом это очень важно для такой новеллы, как «Локарнская нищенка», потому что ведь это действительно трудное чтение. С одной стороны, трудно воспринимать и читать, а с другой стороны, как-то и не открепиться. Да и странный текст. Вы услышали только первый абзац. Новелла называется «Локарнская нищенка», а заглавный персонаж уже к концу первого абзаца скончался. А ведь история-то только началась. Явно загадочная новелла. И как-то вот сиротливо выглядит она, эта новелла, в этом сборнике 1969 года. Знаете, как-то совсем в конце, с немножко странным таким описанием в комментариях, вот что здесь сказано. «В «Локарнской нищенке» особенно ощутимо своеобразие повествовательного стиля Клейст, который нередко пренебрегал правилами немецкого синтаксиса, добиваясь определенного художественного эффекта». А, кстати, не сказано, в чем состоит этот определенный художественный эффект, то есть в чем, собственно, его определенность. А в предисловии сказано, что да, это вполне романтическая история. В чем ее романтическое начало, тоже не сразу нам будет очевидно. Ну, вот я и предлагаю в такой сложный текст всмотреться. Действительно, эта беспомощность описания, она не случайна. И вправду сложный текст. Не знаешь, как к нему подобраться. Ну, попробуем, например, всмотреться просто в Генриха фон Клейста. Мне помогают даты. Например, дата рождения, 1777 год. Значит, где-то поблизости от Геттовского вертора, предположим. Да, дату смерти, 1811 год. А между ними целая жизнь. Она была не очень длинной, всего лишь 34 года, но, кажется, очень насыщенной. Ну, вот как можно воспринять творчество Генриха фон Клейста, которое действительно трудно умещается в какую-нибудь ячейку, как это любят литературоведы, историки литературы, все как-то аккуратненько разместить с Клейстом, и это обычно не получается. Но можно его рассматривать по-разному. Например, можно подумать, что это такой запоздавший просветитель, просветитель, который уже знает, что излёт эпохи просвещения, излёт XVIII века глубоко трагичен, что заканчиваются надежды на просветительские идеи реками крови французской революции и закреплением новой власти и, в общем-то, уничтожением огромного количества надежд. И так, конечно, можно рассматривать Клейста. В этом смысле мы можем подкрепить такие рассуждения фрагментом из его замечательного текста. Называется это молитва Зоруастра. Посмотрите, мне кажется, мы можем от этого просветителя просто здесь услышать. «Боже, Отче Небесный, Ты назначил человеку такую свободную, прекрасную и роскошную жизнь. Силы бесконечные, божественные и животные сочетались в его груди, чтобы сделать его владыкой земли. Что пользы? Побеждённый незримыми духами, он удивительным и непонятным образом пребывает в цепях и путах. Ослеплённый заблуждением, он отставляет выше и, словно бы поражённый слепотой, погрязает в убожестве и ничтожестве. Более того, он доволен своим состоянием». Вот, я бы сказала, вот это голос отчаявшегося просветителя. Ну, так можно, такой подступ возможен к творчеству Экклеста. Можно по-другому поступить, можно подумать, что он жил в эпоху романтизма всё-таки, и можно увидеть в нём романтика. Только это будет такой особенный романтик, очень рано отчаявшийся романтик. Романтик, который знает, что мир фантазии в общем довольно страшный мир. Учтём, что страшный отчаявшийся романтизм, как мы его знаем по позднему творчеству романтиков, по творчеству, например, Гоффмана, этот романтизм публикует произведение уже после смерти Клейста. Клейст очень рано почувствовал, как будто бы, да, каков будет излёт романтического энтузиазма и романтических фантазий. И об этом тоже мы можем прочитать в замечательном эссе. Мне очень оно нравится. Называется оно «О театре марионеток». Там рассказывается об актёре, который почему-то, к удивлению повествователя, с удовольствием смотрит. Сам он актёр, очень знаменитый, прекрасный актёр. А он с удовольствием смотрит на то, как играют самые обычные, примитивные марионетки. Его спрашивают, ну что же вы видите? Вы прекрасный актёр, человек. Вот в игре этих простеньких кукол. Неужели, может быть, кукла лучше актёра? А актёр отвечает, конечно, марионетка будет лучше, чем актёр. И знаете почему? Потому что она не жеманится. Потому что у неё есть некий центр тяжести, и всё движение марионетки будет, ну, как-то проистекать из этого центра. Человек же всё равно будет жеманиться, он будет как-то представлять себе, себя со стороны, и это его будет отвлекать. И центр тяжести уже как-то досместится. И в качестве примера он приводит некую актрису, которая, когда она играет Дафну, преследуемую Аполлоном, она оглядывается в сторону Аполлона, и душа её, пишет, Клейст и говорит в тексте этот актёр, и душа её находится в позвонках крестца. Она сгибается, словно вот-вот сломится. Уж какой тут центр тяжести. То есть о чём это? О том, что нет доверия человеку. Человек всё время же манится, всё время смотрит на себя со стороны, он не может наладить какой-то органичный контакт со своим собственным внутренним миром, с миром своей фантазии. И, конечно, это отчаявшийся романтик. Как ещё можно посмотреть на творчество Клейста? Можно, например, подумать, что Клейст – это ещё, знаете, не дождавшийся своего времени критический реалист. Так тоже можно поступить. Потому что ведь действительно многие произведения Клейст выверяет с точки зрения правдоподобия и точности деталей так, как это делали скорее во второй половине XIX века. Но он-то это делает в начале XIX века. Так, например, его новелла «Михаэль Колхас» 1810 года. Для того, чтобы её написать, он изучает летописи, вникает в исторические детали и рассказывает со всем этим правдоподобием совершенно безумную историю, которая, может быть, не была бы такой безумной, не будь в ней так много, много реального и правдоподобного. Так тоже можно рассмотреть Клейста. Ещё можно на него взглянуть сквозь призму XX века. И тогда стоит обратить внимание на такое явление, как кризис языка. То есть сомнение человечества в выразительных возможностях языка. И, наверное, если бы не было Клейста, может быть, не было бы и Франца Кавки, и не было бы многих других произведений, в которых в XX веке речь как будто бы скользит мимо реальности. И речь не вызывает доверия. Не зря Кавка читал Клейста, как Кавка писал «Mit wirklicher Gottesfurcht» с, как это сказать хорошо, с благоговейным ужасом. Настолько важные там были высказаны мысли. И об этом тоже мы можем поразмышлять с помощью одного письма Клейста. Там сказано вот что. Если бы я... Это, знаете, письмо, как называется? Письмо одного поэта к другому. Так вот, там сказано вот что. Если бы я, сочиняя стихи, мог забраться к себе в грудь, схватить свою мысль и руками без всяких прикрас вложить ее в твою грудь. То есть сказать по правде, внутреннее требование моей души было бы целиком выполнено. То есть, о чем здесь сказано? О том, что человек хочет извлечь что-то из своего внутреннего мира и непосредственно перенести это во внутренний мир другого человека. И при этом ему совсем не кажется, что словесная оболочка ему точно поможет. Он вообще-то мечтает о том, чтобы передать непосредственно. Может быть, даже за вычетом всяческих слов. Вот такая вот получается очень современная мысль в творчестве в творчестве Клейста. И не зря он оказался таким важным автором и не только для немецкоязычного пространства. О международной славе Клейста позаботились многие авторы, в том числе Томас Манн, например, который был большим поклонником творчества Клейста. Клейст важную роль сыграл и в творчестве сына Томаса Мана, Клауса Мана, который в романе Мефисто 1936 года обращается к наследию Клейста для того, чтобы подумать о том, что происходит с Германией в 30-е годы. И Клейст как будто ему помогает. Может быть, на важность и активное такое восприятие творчества Клейста в разных странах повлиял и кинематограф, потому что замечательные режиссеры обращались к произведениям Клейста. Среди них Фолькер Шлендорф «Золотой фонд немецкого кино» и, например, Эрик Ромер «Золотой фонд кино французского». Есть еще у меня тут вот такая книжка. Написал ее Пауль Михаэль Люцелер. Там есть статья, в которой рассказано о том, как воспринимали произведения Клейста в разные десятилетия на протяжении фактически двухсот лет, потому что оказалось, что именно произведения Клейста чаще всего переиздавались в немецкоязычном пространстве, потому что они играли такую важную роль в немецкой культуре. И интересно, что они в разные десятилетия очень по-разному понимались, воспринимались, и вообще такие произведения сложные, они как будто бы могут не только сказать нам что-то о Клейсте и его творчестве, но еще о том, как мы сейчас этот текст воспринимаем. То есть это что-то будет еще о нас и о нашем времени, и мне тоже кажется, это важно. Очень хорошо, что в русскоязычном пространстве Клейсту действительно, можно сказать, повезло, его переводили не только такие экзотические переводчики, как Григорий Рачинский, но и крупнейшие профессионалы, как Соломон Апт, вдохновенные переводчики, как Борис Пастернак или как Наталья Ман, например. Есть и замечательные ученые, которые обращались к творчеству Клейста в русскоязычном пространстве, и в этом отношении мне хотелось бы отметить вот эту книгу 1977 года, издание творчества Клейста. Так вот, предисловие написано здесь Альбертом Викторовичем Карельским, замечательным московским исследователем. Мне кажется, что и в этом смысле Клейсту в нашей стране очень повезло. Французы говорят, аппетит приходит во время еды, и сия истина, основанная на опыте, остается справедливой, если в шутку переначать ее и сказать, идея приходит во время разговора. Часто сижу за своим письменным столом над бумагами и разбираю, с какой точки зрения рассудить ту или иную запутанную тяжбу. Тогда я обыкновенно гляжу на источник света, как на самое светлое место. дабы уяснить к чему склоняется моя душа. Или, к примеру, попадается мне какая-нибудь алгебраическая задача. Ищу первого действия, уравнение, которое выражало бы ее условие, которое потом легко можно было бы решить простым вычислением. И вот стоит мне поговорить об этом с сестрой, что сидит позади меня и работает. И я узнаю то, до чего не додумался, быть может, и за много часов. нет, она не говорит мне это в собственном смысле слова, ведь она не знает свода законов, не изучала ни Эйлера, ни Кестнера, и не наводит меня меткими вопросами на те или иные существенные обстоятельства, хотя последние порой случается. Но по элику у меня есть некое смутное представление, отдаленно как-то связанное с тем, что я ищу. То стоит мне лишь смело начать, как мой ум вынужденный найти начало и конец преобразует, покуда я говорю, это туманное представление в полную ясность. Так что к концу периода, к своему удивлению, я знаю то, что хотел узнать замок из-за его красивого местоположения. Маркиз, который очень интересовался этой продажей, повелел своей жене поместить гостя вышеупомянутой, оставшейся пустой комнате. Очень красиво и роскошно. Красиво. Роскошно. Отделный. Но как смущены были супруги, когда среди ночи к ним явился рыцарь. Бледный. Расстроенный. Бледный. Расстроенный. Клятвенно уверяю, что в комнате привидение. Причем нечто. Невидимые глаза. Шорохом, словно оно лежало на соломе, поднялось в угол комнаты. Ясно слышными шагами медленно и с трудом перешло комнату и со стоном и оханьем опустилась за печкой и скончалась. Маркиз, испугавшись, сам не зная чего, высмеял рыцаря с притворной веселостью и сказал, что он сейчас встанет и для его успокоения проведет с ним ночь в той самой комнате. Но рыцарь просил любезно дозволить ему переночевать в его комнате на кресле. А когда наступило утро, велел запрягать, простился и скончался. Уехал. Ну вот и на этом лакарнская нищенка тоже еще не заканчивается. И пока она не продолжилась, мы можем позволить себе взглянуть в биографию Генриха фон Клейста. Иногда это тоже помогает лучше понять писателя. Он родился в старинной прусской военной семье во Франкфурте на Одере. Этот город сейчас находится в федеральной земле Бранденбург. И там, кстати говоря, в этом городе во Франкфурте на Одере расположен сейчас музей Клейста, который очень помог нам в подготовке этого небольшого фильма. Так вот, рано лишившись родителей, Генрих фон Клейст начал военную карьеру еще подростком. Это была традиционная карьера в его семье. В Потсдаме в прусской гвардии он служил, получил чин офицера и осял в конечном счете в гарнизонной службе в Потсдаме. И дальше мы переходим к очень важной дате 1799 год. Этот год был переломным для европейской истории, потому что именно в этом году закрепляется власть Наполеона. Это значит, что всякие надежды на улучшения связанные с французской революции окончательно рухнули. То есть это был переломный год. Так вот 1799 год был переломным и для Генриха фон Клейста, потому что именно в этом году он подал в отставку. Он решил, что военную службу он выносить больше не может и покинул службу. Для него это означало разрыв с военной средой, в которой он вырос и которая была традиционной для его семьи. Это был разрыв с его родственниками, которые, конечно, не могли понять, как можно променять военную службу на изучение какого-то Канта или Руссо, а именно ими увлекался Генрих фон Клейст. Он вообще увлекался философами эпохи просвещения. И вот этот разрыв Клейст переживал очень тяжело. Надо сказать, что именно в это время у него появляются первые мысли о самоубийстве. И потом в трагический момент своей жизни он и реализует это свое намерение. А пока Клейст просто уезжает из Потсдома, где он служил, и отправляется на родину во Франкфурт. И во Франкфурте в 1801 году отправляется в свое первое большое путешествие. Вообще в жизни Клейста было довольно много путешествий, длительных и протяженных. И мне кажется, что мы могли бы даже угадать, куда ему захочется отправиться в такой момент. Самое начало 19 века. Бурные события, связанные с французской революцией, связанные с французской историей. Конечно, Клейсту хочется отправиться туда. Он хочет увидеть, во что превратились идеи просвещения, когда их попытались применить в политической жизни. И он попадает в Париж. Париж периода консульства, Париж бурлящий, противоречивый, страшный, пугающий. То, что Клейст увидел в Париже, глубоко поразило и ужаснуло его. И мы можем себе представить, что после этого он захотел отправиться в какую-то другую страну, которая меньше всего похожа была на революционную Францию. Такой страной, это тоже мы могли бы угадать, оказалась Швейцария. Там Клейст проводит некоторое время, и ему удается очень многое написать. Там пишется и пишется. Он пишет там трагедии Роберт Гескар и семейства Шроффенштейн. Там он пишет комедию, которая очень знаменита, комедию «Разбитый кувшин». В конечном счете из Швейцарии он отправляется снова в Германию, и в Германии едет через Веймар, и там, конечно, он встречается и знакомится лично с Шиллером и с Гёте и с Виландом. Я произношу нечленраздельные звуки, удлиняю соединительные слова, употребляю без нужды, без нужды синонимы и прибегаю к прибегаю к к другим удлиняющим речь уловкам, дабы выиграть время, необходимое для выделки моей мысли в мастерской разума. И нет ничего благодетельнее, чем какое-нибудь движение моей сестры, словно она хочет прервать меня, ибо мой без того уже напряженный ум возбуждается еще сильнее от этой посторонней попытки отнять у него речь, которую он завладел, и как полководец, когда того требует обстановка, напрягает свои способности еще чуть сильнее. Назову дату 1804 год. Эта дата оказалась очень важной в истории Германии, потому что осенью 1804 года Наполеон предпринял триумфальную поездку по Германии вдоль Рейна. Это было триумфальное шествие французских властей по Германии под восторженные возгласы местного населения. В восторге немцев в разных городах не знали границ, потому что именно на Наполеоне были сосредоточены в то время все надежды на выживание и стабильность. А через несколько недель Наполеон в Париже был коронован, и таким образом надежды на какое-то продолжение революции полностью рухнули, так что конец революции был уже окончательным. Наполеон становится французским императором. В Германии в это время постепенно нарастает недовольство и сопротивление французской оккупации, и возмущение собственными властями, которые слишком легко идут на сотрудничество с французами. И такие настроения к 1806 году обнаруживает и Клейст. Клейст в то время довольно хорошо представлял себе ситуацию в Германии, поскольку служил уже два года, служил в Кёнигсберге в прусском ведомстве. Однако он и не помышлял о выступлениях против власти или против оккупантов. У него возник другой план, его пустила другая идея. Ему захотелось вместе с двумя друзьями отправиться пешком из Кёнигсберга в Берлин. Мы сейчас можем себе представить из Калининграда в Берлин пешком. В общем, чтобы посмотреть, что в стране происходит, для Клейста очень понятный шаг. Непонятен этот шаг был для французских властей, потому что, конечно, они сочли, что это очень подозрительно, когда люди отправляются в такое пешее путешествие. и Клейста и его товарищи заподозрили в антифранцузском движении. В результате Клейст был арестован, ему грозил расстрел или каторг. Его с огромным трудом удалось спасти. И вот в это время он на собственном опыте убедился в том, что такое власть, что такое подавление свободы, бесправия, несправедливое обвинение и угроза жизни, беспомощность узника. Все это он испытал лично. И потом переплавил эти свои переживания, создавая литературные произведения. Так соответствующие мотивы есть, например, в новелле Михаэль Колхас, в новелле Маркеза Део 1808 года. Но там, где масштабные выступления против французов не были возможны в Германии, образовывались небольшие кружки патриотически настроенных людей. И к одной из таких групп примкнул Генрих фон Клейст. Возглавлял тогда эту группу Адам Мюллер. Это был публицист и законы Вет. И вот Генрих фон Клейст вместе с Адамом Мюллером издавали журнал ФЕБ. И именно в этом журнале Клейст публиковал свои произведения и другие публикации Клейста можно найти в Берлинской вечерней газете. происшествие, которое получило широкую огласку, опугнуло в высшей степени неприятным для маркиза образом нескольких покупателей. И так, как среди его собственных домашней челяди. Странно и непостижимо. Странно, непостижимо. Распространился слух, будто в комнате в полуночный час кто-то бродит. Он, дабы решительным действием положить этому конец, решил сам в ближайшую ночь исследовать это дело. Поэтому он приказал поставить свою кровать в названной комнате. И, не засыпая, дождался полуночи. Но как потрясен был он, когда с боем полуночи он услыхал непонятный шорох. Казалось, словно человек поднялся с соломы, наискось прошел в комнату и среди стенаний предсмертного хрипения опустился за печкой. Паркиза на другое утро, когда он явился, спросил его, как прошло обследование. И так как он бросил вокруг себя испуганный нерешительный взгляд и, заперев дверь, стал уверять, что разговоры о привидении отвечают действительности. Она испугалась, как еще ни разу в жизни не пугалась. Она испугалась, как еще ни разу в жизни не пугалась. Попросила его раньше, чем он предаст оглашению это дело, подвергнуть его еще раз хладнокровной проверке. Однако они действительно совместно с верным слугой, которого взяли с собой. Услыхали в следующую ночь тот же непонятный, жуткий, непонятный, жуткий, жум. И только настойчивое желание оделаться во что бы то ни стало от замка побудило их подавить в себе в присутствии слуги ужас, который их охватил. И приписать происшествие какое-нибудь безразличное и случайное причине, которое, несомненно, может быть обнаружено. На третий день вечером, когда оба, когда оба, для того, чтобы добраться до основной причины этого дела, с бьющимся сердцем поднялись в комнату для гостей. Случайно перед дверью ее оказалась дворовая собака. Которую спустили с цепи. Таким образом оба? Оба. Не отдавая себе ясного отчета, может быть, с неосознанным намерением иметь при себе кроме себя самих еще третье живое существо, взяли собаку с собою в комнату. Оба супруга при двух свечах на столе, маркизы не раздеваясь, маркиз со шпадой и пистолетами, которые он вылыл из шкафа, садятся около 11 часов, каждый на свою кровать. И в то время, как они по возможности пытаются занять друг друга разговорами, Собака, поджав голову и лапой, ложится посередине комнаты и засыпает. Но вот в самую полночь слышится ужасный шорох. Кто-то, кого не может видеть человеческий глаз, подымается на костылях в углу комнаты. Слышится, как шуршит солома и с первым шагом... Топ. Топ. Насыпается, собака подымается внезапно, с полу настороживший уши и с рычанием мылаем точь-точек, если бы на нее наступал человек. Пятенца. И подходит к печке. При виде этого маркиза, со вставшими дыбом волосами, бросается вон из комнаты. И в то время, как маркиз, размахивая шпагой, кричит... Кто там? Винарисмарта. Кто там? Винарисмарта. Квизес. Винарисмарта. Кто там? Квизес. Винарисмарта. И так как никто ему не отвечает, словно безумный рассекает воздух во всех направлениях. Она велит запрягать, решив немедленно уехать в город. Странный источник вдохновения для говорящего, человеческое лицо перед ним. И иногда одного лишь взгляда, указывающего, что наша наполовину выраженная мысль понятна, дает нам возможность выразить всю другую ее... А наша половину. А наша половина может оказаться не такой уж веселой, а очень даже грустной. Потому что мы подобрались к ноябрю 1811 года. И 21 ноября этого самого года под Берлином мы можем себе представить, как все это происходило. Берлин, столица Пруссии, заполнена французскими войсками, которые отправляются в 1811 году, ну вот, в общем-то, в Россию. И вот в это время под Берлином Клейст покончил с собой. Действительно, Клейст покончил с собой, предварительно застрелив свою возлюбленную Генриетту Фуголь по ее же просьбе. Ну, с Генриеттой Фуголь как-то можно себе представить эту ситуацию. Она действительно была очень тяжело больна и фактически благодаря этому убийству избежала верной и мучительной смерти. Кроме того, она была глубоко верующим человеком. Так что можно сказать, что Клейст взял на себя вот такой страшный грех, чтобы помочь ей из любви к ней. С другой стороны, как понять убийство Клейстом самого себя? Ведь ему было всего 34 года, и он не был болен. Видимо, можно это объяснить так, что все-таки он видел будущее и свою ситуацию совершенно беспросветной. Видел, что борьба обречена на неудачу, чувствовал себя непризнанным писателем, борцом-одиночкой в ситуации, когда не просто победа, а даже какие-то изменения к лучшему, в общем-то, кажутся совершенно невероятными. Вот в этой ситуации, можно себе представить, единственный человек, который хорошо его понимал, это была Генриета Фоголь, и именно этот человек совершенно не хотел и не мог больше жить. Так что, действительно, ситуация чудовищная, в которой оказался Клейст. Надо сказать, что смерти его, особенно в то время, никто не заметил. Ну, и чтобы не заканчивать, не хочется заканчивать наш разговор о биографии Клейстона, таких трагических интонациях, хотя, действительно, жизнь писателя оборвалась трагически. Мы можем себе представить, что речь идет о 1811 годе, то есть в самое ближайшее время историческая ситуация в Германии переменилась к лучшему. И стало известно о пожаре в Москве, стало в дальнейшем известно о поражении Наполеона в России. Да, Клейст об этом уже ничего не узнал. Но он стал одним из самых знаменитых писателей Германии, это уж точно, и чрезвычайно знаменитым писателем мира. Таковым он и сегодня остается, и остались его тексты. Тексты замечательные и завораживающие, о которых можно много думать. И я думаю, что и Лакарнская нищенка – один из таких загадочных текстов. Сколько раз я читала этот текст, я даже не могу сказать, но несколько десятков раз. И каждый раз в нем открываются какие-то новые и новые пласты и слои. Его можно понимать по-разному. Может быть, это текст, выражающий грусть просветителя, просветительской мысли, потому что действительно перед нами персонажи, которые находятся во власти своих рациональных аргументов. И чем больше рациональных аргументов, тем большую глупость они творят. И это очень похоже на человека. И примечательно, что в этой новелле самым убедительным существом оказывается существо вообще по ту сторону всяких рациональных аргументов – это собака. Именно ей можно точно поверить, и ей верят персонажи, что она видит призрак, а значит, он действительно существует. Согласитесь, что это очень странная логика. И как будто бы не очень много доверия рациональным аргументам кроется за таким повествованием. Есть еще один аспект, который, может быть, в этом просветительском ключе можно заметить в новелле. Ведь, посмотрите, приходится рассказать такую ужасную, страшную историю о призраке. В общем-то, зачем? Для того, чтобы утвердить моральное начало. Для того, чтобы зло как будто бы было наказано. Для того, чтобы объяснить, что нужно быть сострадательным и добрым. Вообще-то страшная история, которая вряд ли кого-то сделает сострадательным и добрым. Но получается, что это все, что остается. Потому что, видимо, рационально человеку никак не удается объяснить, как правильно поступать. И что точно правильно и этически верно. Вот такая вот выходит страшная ситуация для просветителя. Если попробовать взять ракурс романтический, то эта новелла предстает в своем тоже особенном виде. Перед нами произведение, в котором, в общем-то, нет обширного, многонаселенного и многообразного мира фантазии. Мир фантазии в этом произведении просто страшный. И он не очень обладает большим многообразием. В общем-то, рассказывается все время одно и то же. Получается, что романтические надежды на фантазию и спасение с помощью фантазии едва ли могут оправдать себя. Перед нами, в общем-то, одинокий человек, напуганный и пугающий самого себя. Вот этим повествованием, всем этим рассказыванием. Как вот человек, который рассказывает, рассказывает, и ему становится самому все страшнее и страшнее и страшнее. Разве это не образ отчаявшегося романтика? Причем задолго до Гуфмана. И вообще перед нами человек, который, в общем-то, перестает понимать самого себя. Как будто бы отдельно от него существует вот эта вязь речи, в которой вырисовывается, сквозь которую проступает некая история, смысл которой совершенно непонятен. Та же, как человек непонятен самому себе, ведь это человеческая речь, сквозь которую проступает эта история. Вот это уже, видимо, кивочек в направлении XX века, конечно, в котором много литературы повествует о конструировании субъекта, о том, как конструирует человек образы самого себя. Да, и это конструирование образов самого себя превращается в такой бесконечный процесс, который обречен на неудачу, но вместе с тем и завораживает, и не имеет конца, пока человек жив. И пока есть кому писать, и есть кому читать, и есть кому слушать. Вот этот процесс рассказывания и конструирования все время будет продолжаться. И таким образом мы, в общем-то, уже через романтизм оказались в XX веке. И в очень важном аспекте разворачивается для нас эта новелла, потому что ведь при ближайшем рассмотрении, мне кажется, это самое существенное в ней, прежде всего, это речь у речи, художественная речь у речи, ведь они там очень много о чем говорят, и все это как бы пересказывается. Мы можем увидеть, как выстраивается текст, мы можем увидеть вот эту вязь предложений, конструкций, как будто бы сквозь вот эту вязь мы можем рассмотреть что-то, что происходит, но мы видим это совершенно неотчетливо. Может быть, язык человеческий, человеческая речь, и есть главный персонаж в этой новелле. Причем эта речь, этот текст, который вовсе не обладает целостностью, он все время рассыпается на фрагменты, потом как-то собирается снова, все двоится, то два костыля, то одна клюка, что-то все время разное, то эти кости, которые разносят по разным углам, потом собирают целиком в нечто, но все-таки уже нечто, что никогда уже не станет человеком. Вот такая странная речь, странная речь, которая позволяет вместе с тем, несмотря на то, что, возможно, мы не можем надеяться на то, что эта речь спасительна, но все-таки она позволяет увидеть руины замка, всмотреться в них и рассказать из этого наблюдения целую историю, и более того, повторять эту историю на разные лады. Все время опосредованно, все время как-то вокруг да около. Ведь действительно, прямой речи в этой новелле очень мало. Что тут мало? Прямая речь там просто одна фраза, и это вопрос, кто там. И это вопрос, который остается ключевым. Это вопрос, в общем-то, уже культуры 20 века и 21 тоже. Кто там? Кто человек, который говорит? Что и кто? Какие силы стоят за человеческой речью? Что мы воспринимаем? Что вообще такое слова? И кто там за ними? Вот этот вопрос, можно говорить, повторять на разные лады бесконечно. С другой стороны, ведь это хорошо, пока такой вопрос можно сформулировать, пока его можно сказать, пока его можно даже представить в развернутой форме в виде этой новеллы. Все еще совсем даже и неплохо. Говорить так – это поистине думать вслух. Ряды идей и их обозначений следует бок о бок. И движение ума, необходимое для того и другого, согласно. Язык здесь – не сковывающая помеха, неподобие тормоза на колесе ума, а как бы второе параллельно вращающееся колесо на той же оси. Совсем другое дело, если ум еще до начала речи уже справился с мыслью. Ведь тогда ему остается лишь выразить ее, а это занятие не только не способно его возбудить, а даже, напротив, ослабляет его возбужденность. Но не успела она собрать и уложить кое-какие вещи и выехать за ворот, как видит уже, что замок со всех сторон объят пламени. Маркиз, доведенный ужасом до высшей степени возбуждения, взял свечу. И так как жизнь ему опостылила, с четырех сторон поджег замок. Повсюду обложенный деревянной панелью. Напрасно посылала в дом людей спасти несчастных. Он уже погиб. Самым жалким образом. И до ныне еще лежат его белые кости, снесенные поселянами в том углу комнаты, из которого он приказал подняться лакарнской нищенке. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ